Решил показать вам видео с бокового регистратора. Это пригород Уссурийска, чтобы могли посмотреть, рассмотреть инфраструктуру, полюбоваться на дома, иметь представление. Но это для тех, кто ни разу не был, например, в Уссурийске. Я был в Уссурийске давно, наверное, лет 15 назад. Проехал в надежде увидеть то место, где останавливался на ночевку, но не нашел. Это пригород. Приближаемся к железнодорожному переезду, за которым сразу начнется сам город. Титрами обозначать улицы не буду, а в аудио формате буду называть. Вот сейчас этот участок дороги называется Михайловское шоссе. Железнодорожный мост, переезд. Ну и по сути мы уже в городе. Улица Некрасова, с правой стороны база Дружбы и Лемичевская улица. Сейчас намелькнет с правой стороны. Вот Лемичевская улица. Так, скажу сразу, что проехал через центр города, сделал небольшой кружок, чтобы заснять и показать. Кстати, если будете, например, в Уссурийске, то можете записать координаты и попасть к тому месту, которое вас может привлечь. Дома в основном малоэтажные, ну, четырех-пятиэтажные, движение по улице Некрасова. Спокойный, чистый, аккуратный город мне очень понравился. Тут достаточно много одноэтажных домов, палисадники. Ну, как-то располагает к себе. Так, это с правой стороны. Вот сейчас проезжаем улицу Фадеева. Улица Фадеева, проехали. Продолжаем движение по Некрасовской, по улице Некрасова. Так, район, не знаю, как называется. Но двигаемся прямо к центру города. Автобусная остановка сейчас будет Северный городок. И на противоположной стороне заправка Гарант. Я думаю, если местные жители Уссурийска будут это видео смотреть, то было бы неплохо, если бы оставили свои комментарии, к каким-то определенным местам поделились своей информацией, своими знаниями, с теми, кто будет тут впервые. Вот сейчас на противоположной стороне съемка ведется с правого окна. С левой стороны, значит, китайский рынок. Но у меня тут работал один видеорегистратор, поэтому можете верить только на слово. Город достаточно зелёный, чистенький, тихий, спокойный. Вот трёхэтажные, двухэтажные особняки или дома, коттеджи. Кстати, если интересно, можете остановить видео в любом месте и детально рассмотреть, что вас заинтересует. Так, приближаемся к улице Муравьёва. Вот она, улица Муравьёва. Вот проехали её ремонт. Так, заправочная станция «Октант» называется. А, она тут видна и на видео. Я по карте смотрю. С противоположной стороны МБОУ СОЖ. Номер 3, не знаю, что такое. Наверное, школа. Средняя, общеобразовательная школа, наверное, так расшифруется. Продолжаем движение по улице Некрасова. Вот одноэтажные домики. Довольно-таки милые. Как-то вот греют душу такие дома. Приближаемся к автобусной остановке Пологая и пересекаем улицу с одноимённым названием. Сейчас ранняя осень. Деревья потихоньку начинают сбрасывать листву. Ну, вот улица Пологая. Она даже не заасфальтированная, а грунтовая. Так, сейчас будет след... Вот это проезжаем следственный изолятор номер 2. Ну, видно по ограждению. Высокий забор. Сетка, колючка натянута сверху. Проехали улицу Энгельса. Ну, вот улица Маяковского проехали. Впереди улица Орджоникидзе. Вот улица Орджоникидзе. И сразу... Как же это называть? М.Б.Доу. Детский сад 227. Тут стоянка видно. Магазин. Я говорю, вы можете записывать координаты. Если кому какое-то место покажется интересным, привлекательным, вы сможете. Так, с противоположной стороны, сейчас я повторю, идет съемка с правого окна, а с левого окна церковь и Свято-Никольский храм. Автомобили, как видите, в основном праворульные, японские. Вот улица... Пресекаем улицу Комарова. Вот остановился, пропустил пешехода. Так, ну а мы продолжаем движение к центру города. Вот какие одноэтажные дома, участки. Ну, и четырехэтажные тоже кирпичные дома. Так, это улица Ермакова проехали. Соответственно, автобусная остановка Ермаковка. Ермакова. Улица Ермакова. Улица Куйбышева. Проехали. Подъезжаем к повороту на улицу Уссурийская. Деревья, кустарники подстрижены. Улица Уссурийская. Слегка притормозил. Так, сейчас приближаемся к улице Амурская. Вот поворот на улицу Амурская. Здесь... Так, здесь поворачиваю на улицу... Как же она называется? Это Амурская улица. Это движение по Амурской улице. И сейчас будет... Правый поворот на улицу Ленина. Вот МЧС России. На углу стоит это здание. И движение по улице Ленина. Так, это мы находимся на улице Ленина. Перекрёсток с Комсомольской улицей. Ну, по карте смотрю, будет магазин Зайчик. И магазин Зайчики. А далее Копеечка. Людей мало на улице. Но, видать, на работе. Так, продолжаем движение. Так, вот это Комсомольская улица. Проехали перекрёсток. Продолжаем движение по улице Ленина. Приближаемся к Пролетарской улице. Вот она, Пролетарская улица. Ну, не очень похоже на улицу, но... Как написано. Впереди... Крестьянская улица. Перекрёсток с Крестьянской улицей. Вот она, Крестьянская улица. Проехали. Так, улица Пушкина. Перекрёсток с улицей Пушкина. Магазины бытовой техники. Интернет-магазины. Вот проехали улицу Пушкина. Мы на неё ещё вернёмся. Проедем по ней. Впереди перекрёсток улица Плеханова. Вот она. Ну, забита автомобилем, её и не видно, в принципе. Так, продолжаем движение по улицу Ленина. Сейчас будет правый поворот на Октябрьскую улицу. Это Гордума. Здание Гордумы проехали. Ну, это перекрёсток, светофор, поэтому небольшая задержка, остановка. И поворачиваем на Октябрьскую улицу. Октябрьская улица. Ну вот, впереди, вот сейчас, видите, здание Гордумы. Объезжаем его. Октябрьская улица. Вот сейчас, с правой стороны, будет центральная площадь. Мэрия. Так. Ну, руководство города. Вот какая площадка. Очень, наверное, привлекательно. Какие-то мероприятия торжественные. Это, когда праздники, выставки. Тут, наверное, собирается очень много людей. Ну, отмечают. Видно же, какие-то тут стоят детские аттракционы. Ну, очень хорошее место, тихое, спокойное. По крайней мере, вот в рабочие дни памятник. Чей же памятник там? Борцам за власть советской... Борцам за власть советов. Ну, вот, видно, там стоит монумент. И в руках у него там меч, по-моему. Ну, сейчас повернём на улицу. Направо на улицу. На улицу Некрасова. И, я думаю, если солнце не засветит, то можно будет рассмотреть памятник. Фонтаны работают. Электронное табло. Рекламное. Это центральная площадь. С правой стороны здание мэрии. Может, увидите кого знакомых. Может быть, себя увидите. Ну, а так, кто знает Уссурийск, пишите комментарии, больше рассказывайте о городе. Я, например, не знаю даже, что ещё и... Вот он, памятник. Называется Борцам за власть советов. 1918-1922 год. Прямо за памятником мэрия фонтаны. Красиво. Красиво. Мне нравится этот город. Так, двигаемся по улице Некрасова. И правый поворот на улицу Пушкина. Ну, вот, можете посмотреть, какие дворики, насколько это возможно. Ну, вот, улица Пушкина. Тоже много магазинов, киосков, дома старой постройки, аптеки. То есть, всё, что необходимо для людей, тут есть. Солнцевый объектив. Плохо видно, но, к сожалению, другого варианта нет. Вот, проезжаем дом-интернат для престарелых. Так, нет, он с противоположной стороны. Я сам путаюсь немножко. И, значит, с улицы Пушкина, круговое движение, поворачиваем на улицу Краснознамённое. Город достаточно зелёный. И скверы, и парки, довольно много таких мест. Красиво подстрижены кустарники. Ну, двигаемся по улице Краснознамённое. Это поворот на Октябрьскую улицу. Проехали Октябрьскую улицу. Ну, вот, видим и одноэтажные дома, и трёх-четырёхэтажные. Так, это монастырей, что это такое, не знаю. Торговый центр, наверное, монастырея. Так написано. И это улица Володарского. Это улица Володарского, пропускаю автомобили. Не знаю, почему там, наверное, или знак, или светофор стоял. Сейчас уже не помню. Современные постройки магазинов, торговые центры. Улица Дорога, дорожное полотно в хорошем состоянии. Это проехали улицу Чечерина. Дом Бытоэкспресс. За ним спортивный центр Охотник-2. Спортивный центр Охотник-2. Тут я обратил внимание, магазины и для рыбакова, и для охотников. Улица Лозо. Проехали. Ну вот уже окраина города. Видим, преобладают одноэтажные дома. То есть дома, как сказать, возрастной постройки. Не самострой, а домам уже довольно-таки, наверное, много лет. Подъезжаем к круговому движению. Направо будет улица Агеева. Ну, мы её проедем. И на кольцовом движении... Ну вот, домики старой постройки. Обшиты сайдингом. И, значит, рядом вот такие высотные красивые дома. Оригинальные. Так, это улица Агеева проехали. И левый поворот. Выезжаем на улицу. Называется вот это Владивостокское шоссе. Пошло Владивостокское шоссе. Дома современной постройки. Так, это водоём Раковка. Водоём Раковка. Двигаемся по Владивостокскому шоссе. Ну, тут будет немного пригорода. Это что-то проехали автостанции, что ли, стоянка. Лишина, монтаж. Ну вот, на выезде из города достаточно много автомобильных заведений. И магазины, и заправки, и станции техобслуживания, стоянки. Ну, вот, в принципе, покинули Уссурийск. Насколько можно было показать. Я показал. Это, повторю, пригороды. Частные дома, частный сектор. Солнце не даёт сделать нормальную съёмку. Но, к сожалению, ничего поделать не могу. Ну, вот, насколько возможно было показать вам Уссурийск. Я показал. Рассчитываю город Владивосток показать и с фронтальной камеры, которая спереди находится, находится и с боковой камеры. Ну, с боковой камеры будет, наверное, примерно такая же картинка. Но, насколько возможно будет, я, конечно, покажу и Владивосток. Движение спокойное, умеренное. Нет нервотрёпки. Нет каких-то нервных моментов. Ну, в движении картинка слегка смазанная. Но можете остановить. Качество видео высокое. Может быть, рассмотрите что-нибудь детально. Повторяю, что жители Уссурийска, если будете смотреть это видео, пожалуйста, оставляйте комментарии. Рассказывайте об каких-то достопримечательностях города. Я думаю, это будет полезно для тех, кто отправится на Дальний Восток и по пути заедет в город Уссурийск. Ну, вот в принципе, и всё. Пишите комментарии. Буду рад прочитать, ответить. Вон, какие красавицы жёлтые стоят. Вот. Значит, Владивостокское шоссе и выезжаю на трассу к городу Владивосток. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!